Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале Carabas4ETS И сегодня у нас на обзоре автомобиль Предположим, что у вас есть некая сумма денег Порядка миллиона рублей Сейчас в наше тяжелое время это довольно-таки большая сумма И вам нужно приобрести автомобиль Автомобиль вам нужно приобрести и для семьи, и для себя любимого-любимой Чтобы он радовал вас по жизни, как внешне, так и внутренне Итак, в этом бюджете у нас рассматриваются автомобили Такие как Ford, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen Что там у нас еще там, китайцы всякие Можно тоже рассмотреть, но они будут сильно уже младшего возраста А автомобиль, который у нас сегодня на обзоре Это Mazda 3 2014 года Музыка 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 Этот автомобиль на сегодняшний день продается Продается ниже рыночной цены В связи с тем, что у него стоит запрет на регистрацию Этому автомобилю 5 лет Побывал он в 2 ДТП всего-навсего Несильных Всего-навсего Надо по нему заплатить штрафы И этот автомобиль спокойно может быть встать на учет Друзья, сейчас я немного хочу вам рассказать Про технические характеристики данного автомобиля В данной комплектации Давайте заглянем в подкапотное пространство Так, оп Сильно я уже, честно говоря, отвык от того, что у машины нет газовых упоров Но вот здесь вот так Итак, что мы имеем под капотом? Под капотом у нас стоит двигатель 104 лошадиной силы Который выпускался еще с 2002 года Этот двигатель отличается особой надежностью Но не отличается особой прыткостью Если вы ценитель того, чтобы у вас автомобиль ездил без проблем и долго То в соответствии с этим вам нужен автомобиль с этим двигателем Также эти автомобили выпускались двигателем 1.4 Turbo Не зарекомендовал себя с хорошей стороны Был еще один 1.6 двигатель Тоже не зарекомендовал себя с хорошей стороны И еще есть 2-литровый двигатель Который выпускался для Европы У нас автомобили с 2-литровым двигателем официально не продавались У этой машины установлена автоматическая коробка 4-ступенчатая Также, которые ставились изначально на все Mazda с самого начала Вот когда трешки пошли Ну вот так ставилось Меня очень заинтересовал такой момент Это вот обмыватель бачка У меня просто когда было 2 японца Были проблемы с ними Они очень часто отламывались Вот здесь очень по-умному я считаю сделано То есть оно тут живое Машина как бы уже 5 лет Там у нее по 100 тысяч пробег И все в порядке Почему не помыть двигатель? Двигатель не помыть потому, что машина сейчас продается Все те, кто знает, что видны подтеки просто-напросто Будут, если с машиной что-то не в порядке С данным автомобилем все хорошо Все в порядке Как бы сел-поехал Ну что, друзья Вот мы и в салоне данного автомобиля Тут у нас, значит, рулек такой кожаный красивый Коробка передач Ну приятный, приятный достаточно материал То есть вот это не просто soft and look То есть оно мягенькое здесь Вот у нас карбончик здесь Мягенькие двери Вот, ну ниже, конечно, уже все это достаточно жесткое Это стандарт для таких автомобилей Значит, у нас здесь двузонный климат-контроль Подогрев левого и правого сиденья Что еще? Я уже говорил, коробка автомат Автомат у нас четырехступенчатый Кстати, руль с электроусилителем у нас То есть когда я его вращаю Тахометр никак не реагирует на это дело Соответственно, руль с электроусилителем у нас Вот такая вот штучка интересная Здесь экранчик такой стоит у нас, да Крутилка такая интересная То есть и везде, в принципе, можно заходить Пожалуйста Нет, не хотим мы сейчас телефон подключить Достаточно неплохо Так все сделано Вот Блютуз есть, опять же Спокойно можно общаться по системе hands-free Так, значит, в машине имеются USB-разъемы Разъем под SD-карту Запуск двигателя с кнопки Бесключевой доступ у нее имеется Единственное, я к чему не смог привыкнуть сразу Это вот то, как работают дворники То есть у нее это все вниз включается Да У меня, по-моему, это включается вверх Наоборот, короче Вот Да, то есть когда мне нужно сделать неожиданно протереть стекло Я нажимаю ручку вниз Здесь надо ее нажимать вверх Ну а так, в остальном Все элементы Вот садишься сразу в машину Сразу мне удобно, как бы То есть посадка по сиденьям Мне очень понравилась Как бы единственное, что как бы не понравилось То, что сиденья не кожаные Педаль газа у нее находится внизу То есть нога не будет уставать Посмотрите, пожалуйста То есть у многих машин педаль газа находится так же, как и тормоз Вот Ну и, соответственно, у нас есть регулировка руля здесь Вот она По вылету И по высоте Рули регулируется Вот Парктроник Это уже у нас, видимо, было от Дилера поставлено Он тоже работает у нас Вот Все хорошо Достаточно практичный автомобиль, я считаю Для семьи Для тех, кто любит седаны Вот Вполне себе можно сюда ребенка Как бы еще одного кресла поставить Да, у нее, кстати, есть Окрепление Изофикс Для крепления детского сиденья Вот такая вот машина Регулировка Ремня есть Да, как бы Преднатяжители у нас, пожалуйста, работают Все хорошо В принципе, меня в целом автомобиль порадовал То есть, вот этот автомобиль сейчас продается за 600 тысяч рублей За эти деньги шоколад Такой цены на рынке просто нет Автомобиль 2014 года выпуска Пробег у него 83 тысячи Двигатель 1.6, 104 лошадиные силы Четырехступенчатый автомат Кстати, что у нас по расходу она показывает 12.2 она показывает Ну, просто машина, как бы Достаточно была Долго в заведенном состоянии В состоянии простое Пока мы ее снимали Климат имеется Соответственно, она показывает температуру за бортом 4 градуса сейчас у нас за бортом Потеплело, кстати, было 2 Так у нее средний расход 9.6, 10.6 Как бы К этому надо быть готовым Это же старенький движочек, как бы Те, кто гонится за экономичностью Пожалуйста 1.4 турбо 1.6 по современнее Но надежность у них Не такая, как у этого двигателя То есть, этот двигатель Внимание к себе не требует Единственное, что мне не понравилось То, что здесь Ручник не электронный То есть, когда ты стоишь в пробке То на ручничок ставишь Если ты пристегнут Потом нажимаешь на газ Она автоматом снимается с ручника Вот Здесь, как бы, такой функции нет Здесь можно на ручник только вот так Ставить И все И машина будет, как бы, пожалуйста Двигаться тебе дальше Вот Бывало так, что Я пользовался этой функцией Когда раз в пробке Хоп, ручник вот так Забывал, как бы, снимать с ручника Да не я один Наверное Вот Достаточно хорошая музыка здесь За эти деньги Опять же Раз Закрылись в салоне Если я Даже я сам себя открыть не могу Вот это удивительно, конечно Пока не открою То есть И двери разблокируются сразу все Я так понимаю Да Все двери сразу разблокировались В машине То есть Блокировка только здесь Но Что Может Не пора Стоп Так Где там она у нас Ага Да Выйти никто Не может Если заблокирована Вот здесь в салоне Я так подозреваю Если не дай бог Случится какое ДТП Она должна автоматом Все двери открыть Друзья Я сейчас Сижу Сам за собой Мне Очень тут Офигенно Кстати Сидеть Это вот Переднее сидение Установлено так Как я сидел Изначально То есть Как мне было удобно Как водителю Поэтому Браво Просто я могу сказать Этой машине Как бы сидеть Не классно Вот это вот Я сейчас заблокировал Дверь сам себе Окей Так Теперь Подлокотничек Кстати Забыл про подлокотничек Рассказать Вот такой вот подлокотничек Здесь имеется Здесь у нас Что USB портов Здесь нет Здесь есть Лючок Для прикуривателя Вот Сигареты Винсон Мы не курим И вам не советуем Курение убивает Но не сразу Вот Собственно Закрываем Подлокотничек Что хочу сказать Скоро у нас На канале Еще выйдет Видео Про пять Автомобилей Которые будут Которые мы будем Забирать Из-под ареста Тоже будет интересно Наверное Серии на пять Это дело Все растянется Кроме всего прочего Кто из вас Увлекается Евротрак Симулятором Приходите На мои стримы Просто приходите На мои стримы Кто посмотрит Видео по данной машине Там все обсудим Все обговорим Еще раз напоминаю Что автомобиль этот Продается за 600 тысяч Я не знаю Будет ли он продан К выходу видео Не знаю Спасибо всем За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Будут новые видео Приходите на мои стримы Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok